Я был водителем внедрённым, со мной ехали трое чудиков, которых мы должны были слопнуть. Кому-нибудь я пачку точно дал бы там. Были, да, моменты, когда реально выживал. Ты видел, наверное, маленькие тайские храмчики есть. Там они еду подносят, бананы, ананасы. Вот мы оттуда по ночам набирали ананасов, бананов. Всем привет, меня зовут Александр Лютиков, а это Рафаэль Физиев, человек, который ушёл сегодня с турнира UFC с яркой победой и с бонусом в 50 тысяч долларов. Рафаэль не только разбивал своего соперника убийственными ударами ногами, но и дважды уклонялся от чужих ударов так, как умеют только он и Нео из Матрицы. Это интервью «История человека», который в 2015 году ушёл со службы в МВД Кыргызстана и бросился в погоню за мечтой стать бойцом UFC. Он прошёл через голод, безденежье и тяжёлые травмы, которые на время забрали у него главное оружие – те самые удары ногами. Матрицы часто подходят с долгами к своему бою. У тебя такая же ситуация? Я ни от кого от этого не отличаюсь, уж точно. Сумму не буду говорить, но у меня всегда практически перед каждым боем есть какие-то долги, потому что без этого тяжело. Я тренером работаю здесь в Тайгере. За счёт тренерства чисто живу. Ты здесь оказался в 2015 году. Почему ты решил уволиться из органов и пойти? Ты работал кем? Следователем? Нет, я не успел даже в штат войти. Я был в распоряжении после окончания МВД Академии. И, конечно, мечтал в уголовный розыск пойти. Но у нас там… Ты уже мечтал? Мечтал до сих пор. Я до сих пор это люблю. У меня отец 20 лет в уголовном розыске отработал по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. И я мечтал о этом. Я любил это. У меня по оперативно-розыскной деятельности в Академии были одни пятёрки. У нас ребята, у которых красный диплом был, они у меня консультации брали по этому предмету. Хотя я далеко не самый хороший ученик был. Я на пофиг везде относился. То есть тебе теория, может, не очень удавалась, а практика… Да, я любил именно оперативно-розыскную деятельность. До сих пор, когда я об этом начинаю вспоминать, мои друзья работают, некоторые с кем общаются. То есть я аж так ностальгирую, так хочется один день окунуться в это всё. Что ты успел попробовать из такой практики? Из практики я успел… Я побыл внедрённым водителем. Я был водителем внедрённым. Со мной ехали трое чудиков, которых мы должны были хлопнуть. Я был внедрённым водителем. Я в такой ситуации успел побывать. Но также задержания всякие разные были, там обыски всякие, всяких преступников. А чудики, они вооружённые были? Нет, они были не вооружённые. Это были не очень опасные чудики. Это обычные наркоши, можно сказать. А как ты внедрился? Через… Тоже через нашего внедрённого человека, который меня с ними познакомил. Который просто сказал, вот это мой таксист, типа я с ним приехал. Ну, а это прям такой азарт чувствуешь? Ну, как бы, знаешь, меня ещё потеряли в один момент. Меня на минут 10 потеряли с виду, когда машина за нами ехала. Но там начал чуть-чуть, потому что их всё-таки трое. И они такие не особо маленькие, такие щуплые ребята. А у нас все любят спорт. Как бы я такой ехал, ну, блин, ну, значит, предходу что-то сейчас будет, наверное. А потом раз смотрю, смотрю так в зеркало, наши вроде появились нормально. Их хлопнули так, что они даже не узнали, что я был внедрённый. Когда я вот их высадил, когда начал уезжать, там, их через определённый, там, может, через метров 20 их хлопнули. Ты решил бросить, потому что захотел заниматься профессиональным спортом? Да, я как бы всегда спортом занимался с самого начала. И просто один момент понял то, что на милиции, во-первых, далеко не уедешь у нас в стране. Во-вторых, есть много причин, почему я уволился. Из-за того, что я не смог бы в милиции подняться до того уровня, до которого хотел бы. Потому что это связано с характером и со многими вещами. Кому-нибудь я бы в пачку точно дал бы там. В тайском боксе очевидно, денег вообще нет. Это так? До определённого уровня нету. А потом до какого-то уровня, ну, вот как... У меня чуть-чуть получилось себе сделать себе в Таиланде. Поэтому у меня потом пошло уже просто выход трёхраундовый бой, девятиминутный. Я получал уже там по две тысячи, можно сказать. И как бы это считается в Таиланде, ну, как бы это вот так. Ты можешь драться раз в неделю. Потому что боёв очень много. Мне предлагали бои два раза в месяц. Я иногда отказывался. Взятые за такие суммы, потому что, ну, как бы... Я ещё боец ММА был. Мне надо было готовиться на ММА. Параллельно выступать по ММА. Там всегда... Вот так вот. А первые бои, которые здесь проводил, за сколько? По 100 долларов. Вот ты жил прямо на бои? Да. Просто заработал? Да. Я жил чисто на бои. У меня... У меня были здесь... Был здесь такой момент, когда... Я один здесь был с другом. Мы жили вместе. У нас там на квартиру не хватало. И вот всё, деньги кончились. А бой только через неделю. И вот ты видел, наверное, маленькие тайские храмчики есть. Там они еду подносят, бананы, ананасы. Вот мы оттуда по ночам набирали ананасов, бананов. Два-три храма объедем ночью. Соберем быстро в сумке. И домой. И всё. Так неделю на ананасах, на бананах. Воду пили в зале, в кулере. Потом через неделю подерёшься и... Ну, такие были моменты. Тогда ещё не было, что были близкие люди, у которых можно было занять, перезанять. Тогда я здесь был совсем один, можно сказать. Вы реально выживал? Были, да, моменты, когда я реально выживал. Когда начало, когда я сюда приехал, только первые полгода, год. Ну, то есть не будет преувеличением сказать, что были бои, на которые ты выходил чисто ради денег. Ну, чтобы заработать, потому что... Да. Даже не особо готовить. Да, я уже соглашался на любые гонорары, на любой вес. Мне было вообще без разницы. Когда я вот по 100 долларов за бой получал здесь на на Патонге. А потом где-то через сколько? Я в ноябре приехал и буквально в феврале я уже подрался на хорошем турнире. Там заработал денег. И вот после этого пошло, 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 пошло. Ну, мне повезло. Вот я с тайского бокса, с этой матрицей меня там в РОДФС заметили. В РОДФС мне повезло два боя выиграть так хорошо, грамотно. После этих двух боев меня и UFC заметили вместе с этой матрицей. Всё вместе как-то завязалось. Вот так вот так. Плюс все бои досрочно, которые есть в карьере там. Ну, в моем случае, да, это выглядит легко. Эта матрица, она же получается, вот если бы её не было? Если бы её не было, я думаю, я до сих пор не был бы в UFC и был бы далеко, наверное, от этого. Вообще, конечно, удивительный спорт, когда одно движение, ладно, одно движение, пошло на видео, а если бы оно было, но не попало на видео. А многие аналитики и вообще многие разбирающиеся говорят, что тебе нужен какой-то засвет в ММА или да и в том же боксе, тебе нужен какой-то засвет, чтобы тебя все заметили, чтобы весь мир о тебе резко заговорил. И качество боёв. У меня это было, у меня были все досрочные победы, хоть и немного, но досрочные победы. Ну, плюс я был уже по кикбоксингу, по тайскому боксу, как бы у меня знали. 5 побед было, да? 6. 6 побед было. И по кикбоксингу там рекорд, там 35-35-4, там по кикбоксингу и Майта все вместе. Ну, плюс это матрица, как бы там Дана Уайт, Джо Роган, там всех-все позакидывали. Ну, это все как бы сыграло роль. Мне 5 может прошло после боев, просто я один день утром проснулся, и там у меня там, не знаю, тысяча сообщений, директ разрывается, инстаграм разрывается, подписчики растут. Там смотрю, все скидывают, там Дана Уайт, там, о, нифига себе, вот Джо Роган, о, Рафа, все, UFC, там, ну и короче, вот так вот пошло. А вот в самом бою, когда ты это сделал, ты даже не понял, что он что-то выдающее сделал? В самом бою, в самом бою, да, я и не понял. Я говорю, это был где-то пятый день, я уже забыл, я уже забыл, я уже начал об этом бою забывать, потому что, ну, я не думал, что это получилось так круто. Я этот крутой момент-то увидел, вот, когда вот все начали его закидывать, я думаю, о, нифига, что так получилось, что-то, нифига себе. А я о нем даже не помнил об этом моменте. А с корня пошло, это из-за чего я сделал, потому что у меня ребро было надломанное, и мне каждый раз, когда мне киком ногой попадались, это было я не знаю что наверно ножом когда тебе втыкают каждый раз и это было так больно и поэтому это было в этом бою это не раз было я таких моментов наверно по-моему три сделал у тебя была травма левого колена что это было это были передняя крестообразная связка была это мениски передняя крестообразная но уже два года она мне два года была порвана и так дрался три последних боя дрался вот с этим без связки то есть она была еще до и все у тебя почему-то не прооперировался потому что планах было чтобы не усилить эту операцию сделали вот сколько в ноябре месяце а как у драться у тебя же там например удары с разворота есть так далее как я вообще не знаю как я с этим как я с жил я из тренировался и боролся с этим все каждый день я вам каждый день боялся что щелкнет она и щелкала несколько раз там щелкнет опухнет все не можешь две-три недели ходить нормально раньше я много бил ногами очень раньше по голове ногами кидал нормально там сейчас это все ушло потому что ну потому что я от этого перестал ногами бить я два года ногами практически не бил я я полностью тактику ведение боя свой поменял я был правшой сейчас я в двух стойках работаю в левше могу работать потому что я начал много назад ставить я был агрессивным в основном везде агрессировал в боях вперед шел сейчас я стал больше вторым номером стараться работать где-то обмануть пропустить потому что ну об этом всегда помнил об этой ноге и до сих пор страх есть то что то что вот сейчас шелкнет но сейчас я уже конкретно чувствую что она стабильно раньше на каждой тренировке я чувствовал она у меня могла на тренировке раз-раз я такой опа сейчас сядешь минуту посидишь дальше тренируешься а сейчас я чувствую она у него жестко стоит хорошо я сейчас уверен в ней сейчас опять будем наращивать удары ногами туда-сюда а где оперировали в тайланде здесь здесь на пакете хорошей клинике все было очень отлично и вообще отличную операцию сделали но я колено чувствую шикарно если бы не было страховки и все сколько бы стоило здесь на пукете это стоило операция 380 тысяч по моему бат дорога медицина да но это стоит того да я это стоит того мне делали в корее операцию на руку в сеуле после роды все тоже круто все было это второй план уже у меня который сбылся чтобы опера насчет операций мы когда я руку сломал первый раз народы все в первом бою мы с аятом такие ну все пусть она заживет операцию надо не будем делать в следующем бою вроде все опять надо ее сломать выиграть сломать и чтоб тебе там же сделали операцию а у меня кость неправильно срослась этот момент у меня сросся вот так вот короче лучевая кость она у меня срослась вот так вот у нас был план перед боем чтобы вот вырубить его последним ударом и сломать и так и получилось я его когда добивал последними тремя ударами я просто я сломал себе в пухов парах рука опять и мне сделали операцию вот на этой же неделе я потом сюда пролетел сейчас то есть ногами перестал биться всем нет сейчас уже все сейчас я уже могу бить ногами сейчас уже все нормально я начинаю бить ногами и ранее я и до и до операции мог быть ногами но каждый раз боялся реально удар с разворота на живутя будет опорная да 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 до операции я вообще я не знаю к этому такие развороты были беспонтовые да несчастные очень хорошие но когда разворачивался боялся что сейчас летит каждый раз а сейчас я чувствую хорошо ну просто что может собрать а зайти брата надо не классно потом люди были страдают у всех став инфекции всякие там смотришь глаз опух смотришь там яйцо опухла там у людей там я не знаю все опухает вот такие гнойные такие фигнюшки нет я утрируешь ложка это кутрирую просто инфекции всяких очень много в зале ребята приезжают готовиться а потом месяц просто в инфекции лежат потому что собаки заходят вот так вот потрутся обмотит обмотит и видел очень очень на матах и спиной лежал а там собаки спят иногда заходят понял но при том что обрабатывается обрабатывается при том что да здесь моют хлоркой все обрабатывается конечно сейчас у тайгер мой тай уже два чемпиона и и все помимо петра я на этот зал представляет еще и валентина шевченко физиев тренировался с сестрами шевченко и готов рассказать прекрасную историю ты видел их спарринги с парнями конечно я и сам с ними спарринговал я сам с ними спарринговал и вот тогда я был помимо меньше по весу сейчас я сейчас то я набираю 85 там 84 83 тогда я раньше я был там может 73 74 75 а до этого и и 67 был ближе к их к их ним весам тогда я с ними спарринговал там 2007 год 2009 год когда мы на чемпионате мира вместе ездили там и спарринговали вместе они никого не жалеют они всех жестко бьют они они всегда жестко бьют никого не жалеют и у них нет такого типа но типа я с собой буду аккуратно работать обработать нет они обычно лупят нормально то есть от валентины шевченко может прилететь вот если ты даже занимаешься и ты ощутишь мне прилетала от них всякие развороты по ушам с пятками очень очень технично особенно их не развороты бить и которые ты практически не видны отведу чтобы они кого-то роняли до национальный профессиональных бойцов парней да вот последний раз вали валя была здесь и она одного пацана просто на печень посадил профессионального бойца я не буду говорить кто это но он ванна сиделец я трещал над этим пацаном потом я очень морил потом ну так конечно шутка светом за пять лет который ты здесь живешь ты рассматривал это место как место просто для жизни ну не всегда старость свою свою жизни ну если приезжать отдыхать только но жить приезжать вот именно забыть все ослабиться здесь это я думаю это самое шикарное место в мире наверно потому что во первых здесь все не очень дорого здесь можно и дорого отдыхать и можно и дешево отдыхать а допустим если сантре поедешь там только дорого отдыхать можно здесь можно и там и там отдохнуть здесь все есть и пляж есть и кайфы кому надо есть и все есть это короче твой бюджет на месяц мой бюджет на месяц наверно тысячи полторы наверно долларов семьей но это я но это когда все и когда экономия все аккуратненько все чуть все так за тебя была проблема и просто получить бои да то что я то не было человека который за меня общался ну там писал ну там на разные разные организации отправлял я много чего не отвечали обычно не отвечали а кто не ответил мышцы алла шпрайт казахский это 2015 году я им писал они не ответили потом brave в россии я отправлял раньше было все или как туда я отправлял но потом они предложили там один бой вообще не понял я потом ну короче отказали можете я просто писал вот туда-сюда я боец там дегали свои отправлял там там типа вот он понадоблюсь нет не имя не отвечали с того момента как я рапорт написал в мвд об увольнении у меня цель была если я ближайшие три года не попаду если мне не станет известно что вот все я попадаю и все то я скорее всего закончу и вернусь в мвд то есть ты увольнялись из мвд уже целью видел я слушать я вовремя подписали уже три года да я у меня у меня было в целях до 26 до до 26 лет подписаться в юси в 26 я подписался я верующий человек я для меня вера в бога это первое место и я верю в то что когда ты если ты отдаешься какой-то цели целиком и полностью спотыкаешься падаешь тяжело в стены преграды идешь переходишь встаешь то то бог тебя вознаграждает за это ясно ясно сказано ясно сказано богом те кто уверовали за тягостью будет облегчение и вот для меня это первое я я верю в то что за мои старания мне бог дал это все было много моментов когда ты думал бросить уже приехав сюда не было ни одного такого чтобы бросить не было ну слушай вот когда ты например травмируешь колено тебе говорят что разрыв связки операция стоит на русские деньги вообще почти миллион рублей даже в этот момент не лача и когда не было я штуку такой ставил и душу бил жалко что эти видео не остались ну как положено в такой фигне я на контендер готовился я я перед контендером я порвал ногу за месяца два два с половиной три и я ставил этот ортез я не мог ногу на ногу наступать нормально ну ты понимаешь мениски порваны крестеобразные порваны я оставил такую фигню и стоял грушу был готовился вот так на контендер и если бы тебе дали визу поехал я поехал да я знаю что у меня были такие моменты я я просто вот мешок лежит на полу и мне надо его бить на добивание работать я не мог на коленях даже двигаться потому что у меня колено сгибалась у так максимум боль боль да а нет без него я не мог согнуть дальше колено потому что больно я я я там на карачках ползал бил через боль злился там плакал втихаря но знаешь но никогда не не говорил все что я закончу вопросы рафаэлю физи его задавал александр лютиков подписывайтесь на мой канал и домой instagram чтобы ничего не пропустить ты сюда вернешься после боя 14 дней будешь сидеть на карантине я не знаю это еще есть да пройдет если не отменят скорее всего не отменито за свой счет за 1000 долларов две недели будем сидеть смысле заслужил сами оплачиваем карантин не они дома и дома специально отели выделяют и там в комнате сидишь не выпускают буду жрать офигенный хавчик две недели это бангкоке будет поэтому по любому прийти в балкоке нас там закроют допустим сотри петя тоже уже в талант не не можете у нас есть разрешение на работу поэтому мы можем вернуться а люди без визы официальные то есть туристы они уже не смогут вернуться сейчас уедет его супруга с двумя детьми останется здесь и нужно получить документы на новорожденного ребенка и только потом она сможет улететь россии эти полетит из-за будаби она отсюда